МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже все прошлые годы эпидемия к этому моменту отгуляла и улеглась. Тут ее по-прежнему не было. Вроде бы начинается. Что говорят ваши данные? Я пока об обычном гриппе, а вот не об этих страшных вещах, о которых позднее. На самом деле у нас в области эпидемии бывали в разные периоды. И до новогодних праздников они начинались, и в конце апреля начинались. Сейчас мы все-таки ожидаем обычный классический подъем. И уже вот сейчас Нижегородская область стоит на пороге эпидемии. На территории города Нижнего Новгорода уже превышены пороги на 11%. Уже развернуто гриппозное отделение поликлиника, дополнительные койки, стационарные. То есть мы во всеоружии встречаем грипп. То есть все готово. Да, да. И несмотря на то, что мы привили достаточно большое количество людей, и, наверное, как хорошо и как удачно все это было сделано, потому что в этом году пришел достаточно тяжелый грипп, H1N1, который относится к категории высокопатогенных. И сразу, может быть, забегая вперед все ваши вопросы, обращаю внимание на то, что если почувствовали себя плохо, первые признаки ОРВИ обязательно постельный режим и врача на дом. В этот раз это как никогда актуально. То есть это тот самый случай, когда, ну, говорят, что даже для человека, у которого сделана прививка, страшен не грипп, страшно осложнение. И вот привитые, они, так сказать, меньше болеют осложнениями. В этом году, давайте повторим еще раз, вирус такой, что геройствовать и переносить его на ногах вот точно не надо. Да, не в этом году. Не в этом году. Что касается каких-то мер для людей, которые еще не заболели, чтобы была возможность эпидемию проскочить. Можете добавить что-то, ну, вот классики, витаминки, марлевые повязки? Ну, марлевые повязки сейчас мало используют. В основном покупаются наразовые медицинские маски. Они сейчас есть в достаточном количестве в аптеках, поэтому рекомендую запасаться. Они не такие дорогие. И учитывать надо, что их надо менять каждые 2-3 часа, потому что иногда люди радуются, когда... Купил одну, и с удовольствием ее надеваешь каждый день. Да, да, да. По поводу приема каких-то медикаментов рекомендации Роспотребнадзор не дает. Это надо следующим врачом, потому что очень много противопоказаний. Да, витаминизированное питание, да, обильное питье, частые прогулки, как ни странно, способствуют вот этой закаливанию, с другой стороны, снижению. А, собственно, это вентиляция легких. Да, да, это снижение легких. И кроме того, если вы не в набитой маршрутке, где вокруг может быть 4 вируса носителя, а идете по улочке, оно как-то само по себе риск понижает. Ну и вообще частота помещения, проветривания помещения, влажные уборки. Кстати говоря, вот сейчас оптимально влажные уборки делаются какими-то компонентами моющими, дезинфицирующими, потому что вирусы респираторные, они неустойчивы во внешней среде и разрушаются от воздействия любых химических средств. А вот, кстати, вы имеете возможность оказывать такой, ну, рекомендательного характера давление на школу. Почему спросила? Когда я была чрезвычайно юна, я помню, что в нашей школе вот где-то с конца осени по апрель протирали пол, наверное, раз в две перемены и всегда с хлоркой. Вот этот запах вбился, но, возможно, это как раз страховало от эпидемии. Это вообще сейчас принято? Или, так сказать, это по решению руководства школы? Это как раз по предложению Роспотребнадзора. Администрация школы принимает это как призыв к действию. И мы еще где-то в конце октября ввели подобную ситуацию именно с повышением респираторных инфекций. Тогда гриппа еще не было, но было много ОРВИ. И мы не отменяли это, потому что впереди были новогодние праздники. И после новогодних праздников ожидали вот через две недели подъем заболеваемости гриппом. Собственно говоря, так происходит. Поэтому сейчас ничего не меняем. Остаемся на дезинфекционном режиме. Единственное, что запаха хлора может не присутствовать. Потому что сейчас средств очень много. И некоторые без запаха, а некоторые, наоборот, с приятным ароматом, который не всегда люди связывают именно с дезинфекционным. Ну и вот не поймут нас зрители, если мы не перейдем на эту тему, потому что жути нам всегда мало, жути нам зачем-то всегда хочется. Хотя мне очень понравилась версия доктора Мясникова. Остыньте, успокойтесь и подумайте, кому это нужно. Возможно, я не права. Что касается вот этого самого коронавируса. Действительно ли это настолько страшная штука, которая того и гляди, может очень быстро зацепить планету? Я, например, вот вчера наткнулась в интернете на созданную онлайн-карту. То есть фактически карта мира. Приближение можно смотреть конкретно Китай. И там в режиме реального времени помечается каждый дополнительно заболевший, каждый выздоровший, каждый, упаси Господь, погибший. Вот китайская местность практически вся красная. Дальше вот так вот точечно разбросано по Европе, по Штатам и так далее. Это насколько все серьезно? Вот вы-то обладаете информацией не такой, как человек на улице. Я думаю, что такой ажиотаж связан именно только с появлением нового вируса. К всему новому всегда относятся с настороженностью, может быть, где-то перебарщиной. То есть нас колотило от птичьего, потом нас колотило от свиного, теперь вот этот. Да, были такие, если помните, атипичные пневмонии, говорили, коронавирус был ближневосточный, тоже была достаточно большая паника, при том, что летальность там была гораздо выше, чем сейчас. И единственное, что смущает Всемирную организацию здравоохранения, наверное, вот на данном этапе, они еще пока не говорят о чрезвычайной ситуации в мире, о каких-то высоких рисках пандемии, но тем не менее смущает нарастание количества больных. То есть если после новогодних праздников мы услышали 1, 2, 3, 10, да, то сейчас уже говорят о тысячах. Ну вот буквально на сегодняшнее утро, вот по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано всего 4474 случая, излечившихся полностью, которые зафиксированы, 63 человека, погибших 107. Вопрос абсолютно бытовой, который пугает наше население. Как нам это можно завести? Туристов в Китай ездит достаточно, но не так уж много. Огромное количество ребят, студентов из Китая обучается по всей России, в том числе и в нашем городе. А вот как раз закончилась сессия, чуть-чуть студенческих каникул, все эти ребята поедут. Насколько спокойно надо относиться к неудобствам в аэропортах, в любых входных воротах, которые наверняка сейчас будут для обычных пассажиров, я имею в виду усиление вот этого контроля, тепловизора и так далее. Я думаю, к этому не надо относиться как к неудобствам. К такому вниманию надо относиться с пониманием как по поводу своего времени и по поводу своего здоровья. То есть в данной ситуации идет сейчас усиленный санитарно-карантинный контроль, причем двойной тепловизионный контроль на борту судна и потом еще на аэровокзале. И если выявляются такие больные, им рекомендуется обследование, причем обследование сейчас проводится непосредственно сразу. То есть либо в аэропорту мы будем это делать, либо непосредственно в поликлинике, куда приедем. Как быстро вот это вот обследование показывает, речь идет вот о страшном коронавирусе или о чем-то другом? Поясню, вот буквально на днях в сюжете отзыв одной из данных туристок. Как говорят, перед смертью не надышишься, в последний день все стараются схватить солнышко побольше. Загорают, сгорают. Конечно, за 4-5 часов полета вот это вот обгорание дает повышение температуры, и человека автоматически, так сказать, берут как подозреваемого в коронавирусе. Он боится, что он окажется в медучреждении, где действительно заболевший, и там еще и заразится в придаче. Во-первых, у нас коронавирус пока в России не заведено, поэтому боятся заболеть в стационаре или в какой-то... Я задаю такие дурацкие бабские вопросы, чтобы подстраховаться. Да, это нормально. То есть боятся, например, если вам предложат проехать в инфекционный стационар и провести обследование, не надо. Если порекомендуют обследоваться непосредственно где-то в медпункте, тоже не надо. Во-первых, это бесплатно, как ни странно, потому что в других странах это все платно. Во-вторых... То есть ты несешь в себе опасность для нации, ты же еще и платишь за контроль. Как нелогично. Ну, потому что в любое лабораторное обследование, оно, как правило, да. А единственное, что у нас это все бесплатно. И до той недели мы все вывозили в Новосибирск, и это было достаточно, ну, по времени длительно. То есть сейчас у нас есть свои тесты сделаны в институте Блохиной, да, и мы делаем это здесь. Ну, очень не хочется оказаться вот такими слишком уж оптимистичными и поверхностными. Но, с другой стороны, ну, взрослые мы, тетки, пожили и повидали. Дай бог, это очередная пугалка. Меры профилактики те же самые, что и грипп. И если, например, вы приехали из Китая в течение последних двух недель, обязательно об этом надо сообщить врачу и пройти вот это самое обследование, тем самым подстраховаться. И все. А дальше береженого. Бог бережет. Ну, и повторяюсь, даже если речь об обычном гриппе, в этом году вирус страшный, не надо геройствовать, не надо подставлять под риск заражения своих коллег или одноклассников. Нужно отлежаться. Большое количество воды, питье, медикаменты по рекомендации врача. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. До свидания.